Библейский портал экзегет.ру представляет Здравствуйте, братья и сестры! Мы продолжаем с вами изучение Священного Писания на библейском интернет-портале экзегет.ру и мы с вами исследуем сегодня последнюю главу книги Ветхого Завета Бытие, 50-ю. Иосиф пал на лицо отца своего и плакал над ним и целовал его и повелел Иосиф слугам своим врачам бальзамировать отца своего и врачи бальзамировали Израиля и исполнилось ему 40 дней ибо столько дней употребляется на бальзамирование и оплакивали его египтяне 70 дней. Когда же пришли дни плача, по нем Иосиф сказал придворным фараонам, говоря, если я обрел благоволение в очах ваших, то скажите фараону так. Отец мой заклял меня, сказав, вот я умираю во гробе моем, который я выкопал себе в земле ханаанском, там похороните меня. И теперь хотел бы я пойти и похоронить отца своего и возвратиться. И сказал фараон, пойди, похорони отца твоего, как он заклял тебя. Пошел Иосиф, похоронил отца своего и пошли с ним все слуги фараона, старейшины, дома его и все старейшины земли египетской. И весь дом Иосифа, и братья его, и дом отца его, только детей своих и маленький крупный сход оставили в земле Гесем. С ним отправились также колесницы, всадники, так что сон был весьма велик. И дошли они до Гарен Гаадата при Ордании и плакали там, плачем великим и восьмосильным, и сделал Иосиф плач по отце своем семь дней. Мы видим, что тогда в ветхозаветное время люди очень долго расставались со своими родственниками. И здесь и бальзамирование, и дни плача, не один десяток дней, и еще семь дней. Но это делалось по той причине, что, как говорит святитель Иоанн Златоуст, люди еще не имели такой ясной надежды на то, что смерть побеждена. Если весь ветхозаветный народ, его взгляд был устремлен на то, что придет Христос и искупит Мессия народ от грехов своих, то им было, конечно, сложнее смотреть, будет или не будет. Нам, людям Нового Завета, людям Церкви Христовой православной здесь на земле, конечно, легче уже смотреть на то, что совершилось, и надежды больше, потому что мы знаем, что 2000 лет назад Господь Иисус Христос на кресте смертью смерть поправ. И сказал, смерть, где твое жало, ад, где твоя сила, то есть ад был сокрушен. Поэтому мы имеем большие надежды. И святитель Иоанн Златоуст призывает, в отличие от ветхозаветных праведников, от ветхозаветного Иосифа, несмотря на все его благочестие, не печалиться так долго о своих родственниках. Как сказано у апостола Павла, не будьте как язычники, не имеющие надежды, но, немного поскорбев, продолжайте дальше совершение дела своего спасения. Так и пишет святитель Иоанн Златоуст. Цитата. Слушай это, возлюбленный, не оставляй этого без внимания, но сообрази время, в которое все происходило. И, не подвергая Иосифа никакому осуждению, тогда еще не были сокрушены врата ада, не были расторгнуты узы смерти, и смерть еще не почиталась успением. Поэтому люди и поступали так, страшась смерти. А ныне, по благодати Божией, смерть стала сном, кончина, успением. Ныне мы имеем многое уверения в воскресении, так что, переходя от жизни в жизнь, мы радуемся и веселимся. И что я говорю от жизни в жизнь? Из худшей в лучшую, из временной в вечную, из земной в небесную. Конец цитаты. И мы читаем далее. С 18 стих. «Пришли братья к Иосифу, умер отец, и здесь рассказывается о том, что возвратился Иосиф в Египет, 14 стих, сам братья его, и все ходившие с ним хоронить отца его после погребения им отца своего, и увидели братья Иосифа, что умер отец их, и сказали, «Что, если Иосиф возненавидит нас и захочет отомстить нам за все зло, которое мы ему сделали?» То есть мы видим, что они боятся. Исчез, то есть отец умер, сдерживающего фактора нет. Иосиф может им теперь и отомстить, потому что горюет о своем отце, что он умер. Нет главы семьи. Иосиф, они находятся в зависимости от Иосифа, что будет. И послали они сказать 16 стих Иосифу. Отец твой перед смертью своею завещал, говоря, «Так скажи Иосифу, прости братьям моим вину, прости братьям твоим вину и грех их, так как они сделали тебе зло». Видимо, они прибегают к такому некому даже лукавству, может, Иаков этого и не говорил. Ну, скажи, что вот так вот заповедовал отец. Они знают, что Иосиф богбоязненный, и слово отца он сдержит. Может, здесь они и прибегают то, к чему Христос скажет позднее, будьте просты, как голуби и мудры, как змеи. Может, это и указание на эту заповедь. Но трудно здесь сказать, собрегается ли эта заповедь с ложью. Потому что все-таки казуистика не присуща православному богословию. Поэтому здесь это сомнение, конечно. «И ныне прости вины рабов Бога, отца твоего. Иосиф плакал, когда ему говорили это». Почему Иосиф плакал? Ему было обидно, что до сих пор они не рассмотрели доброту и искренность его сердца. Он их принял, всех привез, всех оформил, всех в лучшие земли поселил, всех питал, никого ни разу не упрекнул. Ему было обидно, что они не увидели его доброты. «Пришли и сами братья его, и пари пред лицем его, и сказали, вот мы рабы тебе». И сказал Иосиф, не бойтесь, ибо я боюсь Бога. «Не бойтесь», — говорит он, — «ибо я боюсь Бога». «Вот вы умышляли против меня зло, но Бог обратил это в добро, чтобы сделать то, что теперь есть, сохранить жизнь великому числу людей». «Итак, не бойтесь, я буду питать вас и детей ваших, и успокоил их, и говорил по сердцу их». Видим, что Иосифе здесь снова и снова прообраз Господа и Спасителя Иисуса Христа, которого распяли на кресте, против которого умышляли. И не только умышляли, но и сделали зло, и думали, что одержали победу. Но воскресением Своим Христос питает нас Своими дарами, которые Он и таинствами, которые Он установил в Церкви Своей. А Который сказал, что создам Церковь мою, и врата ада не одолеют ее. «И призвают всех верных, придите ко мне все труждающиеся и обремененные, и я успокою вас, и найдете покой душам ваш». И Иосиф говорит своим братьям, как прообраз Христа, «Итак, не бойтесь, я буду питать вас и детей ваших». И успокоил их, и говорил по сердцу их, и жил Иосиф в Египте сам, и дом отца его. Жил же Иосиф всего сто десять лет. И видел Иосиф детей у Ефрема до третьего рода, также и сыновей Махира, сына Манасия. Иосиф родились на колени Иосифа, и сказал Иосиф братьям своим, «Я умираю, но Бог посетит вас, и выведет вас из земли сей в землю, о которой клялся Аврааму, Исааку, Иакову». И заклял Иосиф сынов Израилев, говоря, «Бог посетит вас, и вынесите кости мои отсюда». И умер Иосиф в ста десяти лет, и бальзамировали его, и положили в ковчег в Египте. Так заканчивается 50-я глава книги Священного Писания «Бытие». Иосиф говорит своим братьям, что они будут отсюда, из рабства, в которое они потом попадут, как это будет известно из книги «Исход», будет смена правителей, четырех тридцатилетнего рабства, они будут выведены. Иосиф не хочет, чтобы там оставались даже его и останки. Поэтому он говорит, «И меня вынесите отсюда». Итак, мы видим, братья и сестры, сегодня мы завершили цикл лекции на книгу Священного Писания «Бытие». Мы видим, сколько здесь удивительных образов для руководства нашей духовной жизни. Мы теперь, когда вглядываясь в строки Священного Писания, у нас было когда-то, если кто никогда его не изучал, предвзятые отношения к библейским текстам. Мы думали, что книги Священного Писания, да еще какого-то там Ветхого Завета, это какие-то кровавые предписания, и неизвестные совершенно метафоры, и где-то какое-то темное ветхозаветное прошлое. На самом деле мы видим, что по слову Священного Писания апостола Павла, который так и пишет, все Писание Бога духовновенно и полезно. Я думаю, что исследуя все 50 книг книги «Бытие», мы с вами почерпнули очень много полезного для своей духовной жизни. Спаси Христос! Субтитры создавал DimaTorzok